МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взяли под стражу несколько часов назад. Бийский городской суд рассмотрел просьбу следователя Следственного комитета и избрал меру пресечения бийчанину, который причастен к тяжкому преступлению. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО, а накануне ему предъявили обвинение. Обвиняемый 32-летний безработный мужчина уже допрошен, в том числе и на месте преступления. Задержанный показал, как наносил удары девушкам, одна из которых скончалась на месте. Ее подруга осталась жива. Бийчанка также опознала злоумышленника. Мотивом совершения столь дерзкого и жестокого убийства, как рассказал обвиняемый, стали внезапно возникшие неприязненные отношения к потерпевшим. В день совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня утром в Приобской части Бийска произошло дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не погиб. Но есть пострадавший, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Аварии на перекрестке улиц Горно-Алтайской и 8 марта случаются довольно часто. В большинстве случаев, впрочем, как и сегодня, один из автомобилей врезается в железобетонный столб. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал 61-летний водитель БМВ. Он ехал по Горно-Алтайской в сторону городского дворца культуры и не уступил дорогу водителю Тойоты, который ехал по главной. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Тойоты. В настоящее время, по данному факту, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. В Алтайском крае приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий указ накануне подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Кроме того, главным врачам краевых медорганизаций необходимо увеличить количество медицинских бригад с привлечением узких специалистов для оказания первичной помощи в экстренной и неотложной формах. А еще нужно организовать дистанционное наблюдение пациентов из групп РИСКа и тех, кто находится под диспансерным наблюдением. А также организовать возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов и доставки их на дом льготным категориям граждан. Итак, в соответствии с приказом временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов. За исключением пациентов с такими заболеваниями, как туберкулез, гепатит В, С, ВИЧ, злокачественные новообразования, сахарный диабет, коронавирусная инфекция, психические расстройства и другие. Также в списке исключений заболевания, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья. В таких случаях направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач в соответствии с состоянием пациента. Ограничена плановая медпомощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением острых заболеваний, травм, обострений хронических болезней. Также под запретом проведение плановой диспансеризации взрослого населения, проведение плановых профилактических осмотров населения. Однако при этом продолжаются осмотры детей первого года жизни, осмотры для трудоустройства на работу и осуществления профессиональной деятельности. Продолжатся и осмотры по направлению призывной комиссии для получения ряда справок, в том числе и для получения справок на санаторно-курортное лечение, а также в образовательные учреждения. В нашем регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 233 пациента, умерло 8 человек, трое из них от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Бийске выявили 22 заболевших. Таким образом, с начала пандемии в нашем городе зарегистрировали 1503 случая. Кроме этого, плюс 5 инфицированных в Бийском районе, в Белокурихе плюс 4. Что касается краевой столицы, то у них за минувшие сутки 77 заболевших. На сегодняшний день в Алтайском крае на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2013 человек. Тяжело больных 442. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 151 человек. Что касается резервных коек, то на сегодня в регионе их 725. Непредвиденные обстоятельства. Стало известно, что подрядчик, который проводит работы по благоустройству в сквере льнокомбината, не успеет сдать объект в полном объеме в установленный срок. В чем причина и кто виноват в ситуации? Об этом в нашем следующем материале. Свер-линокомбината преображается на глазах. Еще совсем недавно здесь была запущенная территория. И местные жители с трудом верили, что когда-нибудь тяжелая техника появится и здесь. Сейчас работы подходят к завершению. На данный момент строители демонтировали старое покрытие. Установили бордюры, уложили плитку, сделали лестничные пролеты и приступили к укладке асфальта. В ближайшее время в сквере установят урны, скамейки, сделают освещение. Кроме этого, здесь появятся детская и спортивная площадки, а также площадки для маломобильных групп населения. Уже много лет парк в таком выпадническом состоянии находится. Никто за ним не следит, много мусора. Сейчас сливы отремонтировать будет очень хорошо. Я очень рада, потому что жила в Заречье два года и, в принципе, ходила по набережной довольно часто. Часто молодежь отдыхает, там собачники выгуливают своих питомцев. Ну, это замечательно. Заречье тоже, я считаю, такой же район, как и центр, как и АБ. Все нужно выгораживать. На благоустройство сквера льнокомбината в общей сложности потратят больше 17 миллионов рублей. Ремонтные работы ведутся в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». По контракту подрядчик должен сдать объект до 1 ноября. Однако уже сейчас все очевидно. К установленному сроку коммунальщики не успевают. Малые архитектурные формы и спортивные площадки в связи с пандемией коронавируса поставщики задержат. Все оборудование практически везется с Санкт-Петербурга. И у них, как известно, коронавирусом сложная ситуация. Поэтому они придут чуть позже. Опираясь на уже проделанную в городе работу, местные жители рассчитывают, что и их сквер получится не менее красочный и функциональный. И, конечно же, людям хотелось бы, чтобы их ожидания превзошли. Я бы хотела фонтан, чтобы там был. Ну, лавочек побольше, детские площадки можно. Хотелось бы, чтобы возобновили его хотя бы таким, какой он был, парк этот. Ну и лучше сделать, наверное, более интересно, веселее, чтобы был. Ну, конечно, клумбы, фонари красивые, и для детей что-то, чтобы было, и для взрослых. Может быть, там даже какое-то кафе бы было. Ну, вот что-то вот так. Чтобы как-то вечером было интересно время провести. У нас тут просто ничего нет здесь, наверное, в комбинате. Да мне кроме лавочки и тенька от солнца больше ничего не надо. Конечно, чтобы зелень была, чтобы деревца были, цветочки, чтобы были, чтобы можно было смотреть, чтобы чему-то душа радовалась. Вот и все. Судя по утвержденному проекту, цветочки здесь точно появятся. А вот фонтана не будет. Но зато отремонтируют беседку, которая раньше пользовалась большим спросом у местных жителей. Таким образом, с опозданием, но все же. Скоро в Бийске появится еще одно благоустроенное местечко. Как нам стало известно, завершить установочные работы подрядчик планирует в ноябре. Кристина Мельхова, Андрей Сегаев. Будни. Вы смотрите информационную программу «Будни» и вот о чем мы расскажем дальше. Кто придумал это правило? И почему школьников Бийского лицея не пустят на занятия без справки? 102 года. Сегодня свой день рождения отмечает самый взрослый житель Наукограда. Гипермаркет низких цен «Маяк» на Васильево. Порошок «Тайт» 599,90. Чай «Ристон» 99,90. Горбуша свежемороженая 239,90. Держим курс на «Маяк» на Васильево 85. Выгодное предложение от магазина «Ермак». Новая зимняя коллекция курток и пуховиков по ценам прошлого сезона. Без переплат. Митрофаново 35. Остановка вокзал. Что такое «Сибирский капитал»? «Сибирский капитал» – это большая команда единомышленников. Чем занимается «Сибирский капитал»? Мы помогаем нашим пайщикам сохранить и приумножить свои средства. Назовите основные качества «Сибирского капитала». «Сибирский капитал» уже 8 лет объединяет пайщиков двух регионов – Кузбасса и Алтайского края. Какую характеристику можете дать сотрудникам «Сибирского капитала»? Профессионализм, компетентность, честность, помощь, поддержка и забота. Кооператив – все-таки финансовая организация. И хотелось бы услышать, какие есть гарантии. Контроль «Центробанка», саморегулируемая организация, резервный фонд в банке с высоким рейтингом. А есть ли в «Сибирском капитале» страхование сбережений? Мы страхуем всю сумму сбережений наших пайщиков. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. БИСК, Коммунарский 16, дробь 1. Подробности по телефону 8 800 201 00 58. Без справки на учебу могут не пустить. Родители учащихся БИСКОВО ЛИЦЕЙ-Интернат рассказали, что их заставляют идти в поликлинику и брать справку о том, что их дети здоровы. Взрослые этого делать не хотят. И отказ вполне аргументированный. Они боятся, что здоровые школьники в медицинском учреждении могут подцепить инфекцию. Уже завтра некоторые классы выходят на учебу. И, как нам стало известно, без справки на занятия пускать не будут. Возможно, что речь идет только о тех классах, в которых есть случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Руководство БИСКОВО ЛИЦЕЯ ситуацию не комментирует. В приемной пояснили, что директор готова работать со СМИ только по письменному запросу. Сегодня мы его направили. Родители интересуют вопрос, кто придумал такие правила и почему они должны со здоровыми детьми идти в поликлинику, где большой риск заразиться. Тем более, что в Министерстве здравоохранения Алтайского края неоднократно заявляли, что поликлиники – это небезопасные места, куда изначально приходят больные люди. Сегодня свой 102-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Иванович Гришенко. Он самый взрослый житель нашего города. На данный момент бейчанин чувствует себя хорошо. Праздник встречает в кругу родных и близких друзей. Зиновий Иванович Гришенко – ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня он отмечает свой 102-й день рождения. Эти кадры были сделаны в прошлом году. Тогда еще не было пандемии, и мы лично смогли поздравить ветерана. Но сегодня крепкого здоровья и благополучия пожелали по телефону. Зиновий Иванович чувствует себя хорошо. Он все так же весел и бодр, принимает поздравления. Долгожитель, как и прежде, советует молодежи больше уделять внимание спорту. Зиновий Иванович прошел всю войну. Летом 41-го был направлен на Калининский фронт. Участвовал в операции по обороне Москвы. Сражался под Сталинградом и Курском. Победу встретил в Чехословакии. Во время войны в госпитале он встретил свою любовь. Свадьбу сыграли сразу после победы в Молдавии. А дальше поехали на родину молодой жены, в Алтайский край. Брак оказался счастливым. И сегодня у Зиновия Ивановича двое взрослых детей. Дочь Августа и сын Николай. Есть две внучки и маленький правнук Артемий. Доблесть и мужество, полученные, как говорится, загаленные в боях с врагом, они помогли ему и в мирное время оставаться активным таким, знаете, строителем и добросовестным исполнителем, тружеником, так сказать, тыла. И, в общем-то, строителем новой жизни, как тогда это говорили, в то время, при социализме. Всего в Бийске сейчас проживает 22 долгожителя. Тем, кому в этом году исполнится 100 лет, 9 человек. Ну, а Зиновий Иванович – самый взрослый среди людей столь преклонного возраста. И мы желаем ему крепкого здоровья. Алена Кисеева, Будни. И к новостям спорта. Вышли на ковер после долгого перерыва. В Барнауле прошли открытые краевые соревнования по художественной гимнастике. Бейчанки в числе победителей и призеров. В соревнованиях «Осенний кубок Алтайского края» приняли участие более 250 человек. Это гимнастки из Красноярского края, Новосибирской области, а также из Бийска, Рубцовска и Барнаула. Спортсменки выступали как в личном зачете, так и в командных упражнениях. Наш город представили 42 воспитанницы спортшколы «Заря». Для многих из них это были первые серьезные соревнования. По итогу турнира в копилке бейчанок 9 медалей – 4 бронзы, 2 серебра и 3 золота. В личном первенстве победителями стали по программе мастеров спорта Алина Артюшина, по программе первого разряда Доминикана Вострикова. Также наши гимнастки поднялись на высшую ступень пьедестала в командных упражнениях. И настало время рассказать о погоде. Завтра, 29 октября, в Бийске будет пасмурно. Ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западного направления умеренный. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха утром и вечером тоже будет повышенной. Магнитосфера спокойная. Ночью плюс 1, плюс 3. Днем от минус 1 до плюс 1. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Счастливо! Еще увидимся!